Иш ну ала, друзья! Совсем недавно Blizzard обновили описание раз на официальном сайте World of Warcraft, добавив туда несколько интересных примечаний и раскрыв небольшие лорные моменты, которые позволяют предположить, что же будет ждать нас после Shadowlands. Вот, например, часть про пророка Велена. Бессмертный пророк Велен верит, что очень скоро именно на Азероте разразится великая война между Тьмой и Светом. Он стойко хранит верность своим союзникам, чтобы в нужный момент вместе отразить удар. Это описание канонично подтверждает видение Велена, которое пришло к нему в разгар катаклизма из рассказа Урок Провидца. Это видение мы разберем чуть позже. Но сейчас самое время примкнуть поближе к своему монитору, ведь явилась она, величайшая мобильная игра всех времен Raid Shadow Legends. И прямо сейчас в Raid появился новый, самый большой и самый ужасающий босс Гидра. У Гидры несколько голов, каждый из которых сама по себе является полноценным боссом. Голова Скверны плюется ядом и защищает себя ядовитыми испарениями, и убить ее можно с помощью магии огня. А вот Голова Гнева самая злая из голов Гидры, урон которой увеличивается по мере того, как ее атакуют. Ну а если вам недостаточно самого большого и крутого босса среди всех мобильных игр, то есть еще кое-что. Прямо сейчас каждый может получить героя суперограниченного выпуска. Это легенда киберспорта и суперзвезда команды Na'Vi Simple. С сегодняшнего дня и по 28 января этот герой будет доступен бесплатно как новым, так и старым игрокам Raid. Все, что вам нужно сделать, это войти в систему на 7 дней с настоящего момента до 20 января, и он ваш. Также в этом месяце Raid выпускает кучу потрясающих новых героев и совершенно новый крипт в воинах фракции для воинов сумрака. Помимо этого в Raid можно принимать участие в битвах на арене с другими игроками. Также здесь можно собираться всем кланам и участвовать в клановых битвах с главными боссами. Вдобавок ко всему в игре проходит множество новогодних мероприятий и турниров. Друзья, каждый переход по моим ссылкам поддерживает канал, помогите мне собрать 47 инсталлов. Качайте Raid только по моим ссылкам и в качестве подарка получите стартовый пакет общей ценностью в 30 баксов. Один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу, пополнение энергии, а также крутого эпического героя Вергиса. Удачи и жду вас в рейде. Дело в том, что Велин является никем иным, как доктором Стрэнджем мира Варкрафт, и вынужден нести тяжелое бремя наравне с бронзовыми драконами, постоянно разглядывая временные линии с целью предупреждения грядущих опасностей. Я ускорил время, просмотрел варианты будущего, чтобы оценить все вероятные исходы конфликта. Ему нужно было обрести понимание всех событий и взаимосвязи великих и малых, чтобы разобраться в линиях будущего. За последние несколько месяцев эти линии все больше и больше рассыпались на разрозненные фрагменты. Его взору открывалось бесчисленное множество альтернативных вселенных. Одни из них исчезали во тьме, иные сгорали в огне или оказывались скованы вечными льдами. Но Велин не чувствовал горя по поводу этих линий будущего, не скорбел об их гибель, не радовался их триумфам. Он просто читал их, наблюдал за их причудливыми переплетениями, ища среди них пути, которые вели к окончательной победе жизни и света над тьмой и спасению всего живого от смерти. В конце концов, никакие незначительные события, имевшие важность для большинства смертных, в том числе и для его сородичей Дринеев, не могли сравниться с огромной ответственностью за выживание всего сущего. Видите, здесь упоминается война жизни и света против тьмы. Как раз три силы мироздания, которым все больше и больше склоняется сюжет. Я ищу путь. Свет должен осветить нам путь к спасению от легиона и разрушения, что он несет с собой. Увидеть этот путь могу лишь я один. И лишь я могу указать его силам света. Легионы, древние боги, прожигают дыры в ткани будущего. Но если я смогу увидеть их и подготовить смертных, мы, возможно, еще сумеем избежать катастрофы. Также на сайте имеется и обновленное описание расы Дринеев, которые после победы над легионом, которая была недавно, просят благословенный свет указать им новый путь. То есть Близзард еще раз изменили канон в сторону этого рассказа, этих видений. Что же касательно самого видения, то я приведу его в подробностях. Для начала важно понимать, что в событиях катаклизма Малец Андуин отправился к пророку на обучение. И уже тогда Велин увидел в Андуине воина, от которого исходило сияние самого света. Юный король направлял огромную армию без преувеличения всего Азерота на бой с тьмой. Вместо принца перед Велином стоял воин, закованный в полный латный доспех, от которого исходило сияние самого света. Воин стоял на краю обрыва и держал в вытянутой руке меч, указывая им куда-то вдаль. Был ли это Азерот или какой-то иной мир, Велин наверняка сказать не мог. И внезапно небо потемнело. Перед глазами Велина предстала огромная армия, собравшаяся под одно знамя. Все расы Азерота, эльфы крови, орки, тролли, таурены, проклятые нежити хитроумные гоблины, оседлавшие небесных скакунов всех видов и мастей, медленно продвигались вперед. От их доспехов и магического оружия исходило столь яркое сияние, что Велину на миг стало больно глазам. Здесь, конечно же, описываются наши герои, сидящие верхом на маунтах. Рядом с легионами Орды Велин увидел войска ночных эльфов, людей, дворфов и гномов, потомков древних основателей Альянса. Тут же были и оборотни Ворген, в их рядах были его собратья Дренеи, выделявшиеся среди остальных своими дивными доспехами, хрустальными палицами и мечами. Но Альянс и Орда были на поле не одни. В небе повсюду носились драконы, и от их непрерывного движения и обилия цветов у пророка рябило в глазах. Драконы заполонили почти весь небосвод. Когда же они все разом грозно зарычали, содрогнулась не только земля у Велина под ногами, но и весь мир. По-настоящему Велина шокировало то, что он увидел потом. На поле боя появились Наару, и их было так много, что Велин никак не мог понять в толк, как мироздание могло их вместить. Могущество этих созданий света наполнило сердце Велина надеждой и прогнало печальные воспоминания о долгих веках одиночества. Велин поразился, как он вообще мог впустить в свой разум отчаяние. Как мог допустить мысль о том, что тьма, какой бы ужасной она ни была, способна одержать верх над светом. А затем на мир опустилась тень. Она была громадной и пустой. Она поглощала весь свет вокруг себя. Велин знал, что она будет пожирать все до тех пор, пока не останется ничего кроме нее. И тогда она поглотит саму себя и останется одна в великой запредельной тьме, где уже не будет привычной вселенной и ничего уже не будет иметь никакого значения. Это было ужасное зрелище. Еще ужаснее было понимание происходящего. И все же армия направлялась прямо навстречу этому всепожирающему мраку. Свет начал меркнуть. И в комиксе «Сын Волка» уже много раз разбирался этот фрагмент, а Андуин совместно с Велином готовились к финальной битве света и тьмы, находясь на Экзодаре. На этой иллюстрации происходит ровно то, что привиделось Велину. Тот самый последний удар. То самое финальное сражение. И теперь стало понятно, что именно так Blizzard видит финал World of Warcraft. На эту тему я выпускал ролик еще два года назад и только сейчас. С появлением недавнего обновления описания Дринеев стало понятно, что это больше не теория. И к этому мы постепенно подходим. Но до финала, как вы понимаете, еще далеко. В видении говорится о драконах, заполонивших все небо. Сейчас, как мы знаем, у драконов не лучшие времена. И чтобы они заполнили все небо, потребуются как раз те самые драконьи острова. На которые были намеки как с островных экспедиций Battle for Zero, так и с текста квестов Гневион. Исходя из описания которых, Черный Дракон отправился на поиск тех самых драконних островов. И я уверен, что он нашел их. А насчет Наару и их армии уже сомневаться не приходится. Так Ревендредд раскрыл для нас побольше лора этой части сюжета. Осталось только провернуть экспансию по путешествию в миры света и заручиться поддержкой их воинов. Единственное, что для нас открылось дополнительно, так это фанатическая преданность силам света с альтернативного Дренора. И стало понятно, что не такие уж они и хорошие, по крайней мере не все. Близзард и тут оставили нам множество интересных зацепок для дальнейшего раскручивания сюжета. Святая нежить во главе с Каллией Минитил. Такой вид нежити не издает неприятных запахов и не разлагается. Вполне может сойти за кастомизацию новой расы. Туролеон, фанатик света, стоящий во главе Альянса, способный развязать новую войну. Тот, кому не доверяет правящая верхушка Штормграда. Возрождающийся Алый Орден, законно претендующий на земли Лордерона со своим лженаследником. По-любому что-нибудь придумают. Предсказание Нзота о том, что свет заключил сделку с врагом всего сущего. И теперь мы понимаем, что врагом был не тюремщик, так как нам никак не раскрыли это пророчество в Шэдоу Лэнс. Тогда кто же этот враг всего сущего, еще предстоит выяснить. Помимо обновления информации вкладки с расой Дринеев, Близзард изменили описание для расы Орков. Сказав нам о том, что у Зеленокожих пока что нет нового предводителя, после Сильваны. И пока что Зеленый Огурец только вызвался представлять интерес у Орков в Совете Орды. А Эйтрик и другие воители руководят армией. Что же касается Отрекшихся, то у них все достаточно плачевно. Была полностью убрана информация про Сильвану в качестве их бывшего предводителя. Будто ее никогда и не было. Также не написано никаких слов про текущего лидера или про то, что Подгород был разрушен во время Четвертой войны. Это может означать то, что Сильвана уже никогда не вернется на Азерота, Подгород будет восстановлен. В то же время у ночных эльфов было упомянуто сожжение древа и то, что эльфы лишились своего дома. Как мы знаем, сейчас эльфы обосновались в новом доме на Нордрасиле. Тем не менее, я рад, что Близзард включили в канон видение Велена и его цель во что бы то ни стало помочь воинам Азерота в войне между Тьмой и Светом. Осталось дождаться момента, когда Близзард покажет нам обновленную модельку Андуина. Если он постареет после воздействия магии господства, а волосы станут седыми, то мы сразу поймем, в каком направлении движется сюжет и что нам ждать дальше. Уверен, что они специально консервируют модельку Андуина до релиза, не показывая всех вкусностей на ПТР сервере. Напишите, что думаете об этом пророчестве в комментариях. А с вами, как всегда, был Лунный Монах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых выпусков. Новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok